Всем привет! Иногда такое случается, я уверен, что не только у меня, что при транспортировке или где-то на рыбалке теряются вот эти верхние пробочки удочек. Конечно же, самый простой и быстрый способ ее заменить, это взять обычную пробку из-под вина. Если она даже немного меньшего размера, ее достаточно немного прокипятить, она тогда разбухнет и можно будет обработать. И у нас получается вот такая вот заглушечка. Но согласитесь, как-то выглядит не очень эстетично, поэтому сейчас я ее немного доработаю. При наклоне уже удочка не будет раскрываться. Здесь вот осталось от штопора немного трещина, ее срезать надо, чтобы было покрасивее. Ну и конечно же, такая длина мне большая не нужна, поэтому вот здесь вот мы ее тоже укоротили. Дальше с той стороны, которая будет заходить в удилище, снимаем фаску. После того, как сняли фаску, подбираем трубочку нужного нам размера. В моем случае это головка. Также мне потребуется строительный фен, перчатки, чтобы не обжечься. Кусочек какой-нибудь тонкой пластмассы, в моем случае это вот задняя крышка от DVD диска. Ну и сейчас сделаем сюда вот пластмассовый колпачок, чтобы выглядело все это более красиво и аккуратно. Включаем фен, начинаем греть пластмасс. Ну и теперь берем головку, аккуратненько вот так вот накладываем и потихонечку, главное не спешить, натягиваем. Вот для чего мне нужны были перчатки. Вот такую вот штуковину мы сделали. Если где-то не дошла, можно также подогреть фену и дальше поджать. Теперь остается только этот колпачок вырезать и одеть на пробку. Сперва просто вот так вот вырезаю его, ну а затем при помощи ножниц уже подравниваю. Ну и вот такая вот заглушечка у меня получилась. С ней уже будет выглядеть намного поакоротнее. Теперь берем клеевой пистолет, хорошенечко здесь намазываем все и надеваем заглушечку. Лишний клей убираем. Ну и вот, друзья, вроде такая мелочь, а уже смотрится намного приятнее, чем просто обычная пробка. Ну и потратил я, как вы видели, не больше трех минут на изготовление. Так что вот такая вот заглушечка у меня получилась. На этом у меня все. Всем, кто досмотрел это видео до конца, спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok